В аргентинской провинции Буэнос-Айрес сотни человек эвакуированы из-за наводнения, есть пропавшие без вести. Иракские правительственные силы в ближайшие дни возобновят наступление на группировку ИГИЛ внутри Масула. Об этом сообщил командир американских подразделений в стране. Колумбийские исследователи утверждают, что к авиакатастрофе, в которой погибли бразильские футболисты, привела человеческая ошибка. Самолет, по их мнению, был исправен. Австралийские врачи скорой помощи и спасатели проходят тренировочный курс в отдаленных районах Тасманских лесов. В ходе восьмидневной программы они учатся оказывать помощь при ограниченном оборудовании и ресурсах. Французский мореплаватель Тома Кавиль установил новый мировой рекорд, совершив кругосветное путешествие на парусном судне. Он обогнул земной шар на восемь дней быстрее, чем предыдущий рекордсмен. Наводнение в Аргентине. Большая вода пришла в северную часть провинции Буэнос-Айрес. Это примерно в трехстах километрах от столицы. Около шестисот человек пришлось эвакуировать. Двое также числятся пропавшими без вести. Из-за стихийного бедствия в регионе заблокированы главные автотрассы. Много домов осталось без электроэнергии. «Мы просим как-то решить нашу проблему. Как видите, нас полностью затопило. Все под водой. У нас дома полтора метра воды». «Это началось неожиданно, поэтому мы и потеряли всё». Среди прочих в результате проливных дождей пострадали города Пергамина, Ромалья и Аресифис. Непогода также обрушилась на соседние провинции Кордова и Санта-Фе. Но там последствия не такие тяжёлые. Иракские правительственные силы продолжат вытеснять боевиков запрещённой группировки ИГИЛ из Масула уже в ближайшие дни. Об этом сообщил командир американского батальона, который содействует армии Ирака на Юго-Восточном фронте. По его словам, в ходе нового этапа двухмесячной операции американские военные подойдут ближе к линии фронта внутри города. «В настоящее время с началом продвижения на восток Масула мы переходим к новому этапу наступления. Сейчас мы переводим военных и технику вглубь Восточного Масула. Всё произойдёт в ближайшие несколько дней». К настоящему времени элитные иракские боевые подразделения отбили четверть города. Продвижение медленное и тяжёлое. В этом месяце впервые с начала операции они решили взять паузу. Несколько тысяч солдат федеральной полиции две недели назад отступили с южных окраин Масула, поскольку унесли тяжёлые потери в результате ожесточённой ответной атаки ИГИЛ. Теперь они тоже переместились к Восточному фронту, чтобы укрепить позиции там. В декабре прошлого года премьер-министр Ирака обещал отбить Масул к концу 2016-го. Однако, теперь становится понятно, что эта задача почти невыполнима. Масул – древний город. Предполагается, что в нём по-прежнему остаётся до полутора миллионов человек. Масштабное наступление на Масул началось 16 октября. Его проводит армия правительства Ирака и союзники. Эта операция – важный этап в борьбе против ИГИЛ. Боевики захватили город летом 2014 года, и с тех пор он оставался их главным опорным пунктом в стране. Причиной крушения самолёта с бразильской футбольной командой «Шипакаэнцы» на борту стала человеческая ошибка. Такой вывод сделали следователи Управления гражданской авиации Колумбии. Они обвиняют в авиакатастрофе пилота и боливийскую авиакомпанию «Ламиа». «У нас есть доказательства того, что ни один технический фактор не являлся причиной аварии. К ней привели человеческие ошибки, которые совершили администрация компании, Центр управления и организации полётов и авиационные власти Боливии». Воздушное судно потерпело катастрофу в конце ноября. Оно следовало из Боливии в колумбийский город Медельин. Перед началом рейса пилот не попросил дозаправки, а во время полёта слишком поздно сообщил диспетчерам о неисправности двигателя. У экипажа уже не оставалось места для манёвра, и самолёт разбился в 18 километрах от аэропорта Медельина. При этом, как заявили следователи, лайнер был перегружен на 400 килограммов. «Общий вес превышал вес разрешённой инструкции. Это ещё один факт, который мы выяснили в ходе расследования». Кроме того, воздушное судно летело намного выше, чем это предусмотрено его техническими возможностями. На борту самолёта было 77 человек, выжили лишь шестеро. Журналист, четверо футболистов, один из которых позже скончался в больнице, и два члена экипажа. Игроки клуба Шапокаэнса летели на финальный матч Южноамериканского кубка. В связи с катастрофой задержаны глава компании Ламиа и его сын. Оба отрицают свою вину. Врачи и спасатели осматривают людей, которые попали под падающее дерево. Это инсценировка. Она позволяет понять, может ли специалист оказать помощь в отдалённой местности при ограниченном оборудовании. Обучение проводят в основном для врачей и спасателей Австралии, многие из которых долго работают в больницах. Но принимают также и людей без опыта оказания медицинской помощи. Организатор курса говорит, что наличие опыта в медицине не всегда помогает. «Обычно тяжелее всего приходится именно врачам, поскольку они привыкли работать в очень упорядоченной среде, когда больного возят по коридорам на каталках. А когда они видят, что кто-то висит вверх ногами, упав в ущелье или с дерева, то им сложно понять, с чего начинать». Восьмидневный курс проходит на острове Мария близ восточного побережья Тасмании. Участники учатся, как оказывать помощь при стихийных бедствиях, а также в случае эпидемии. Инструкторы говорят, что Тасмания – идеальное место для таких сценариев. «Обучение на открытой местности в классе такого не сделаешь». Некоторые участники планируют отправиться в Непал, чтобы открыть клинику у подножья горы Эверест. Другие хотят оказывать помощь там, где произошли стихийные бедствия, такие как землетрясения или цунами. «Я знаю, что несу ответственность за спасение человека, но также зависишь от того, есть ли свободные вертолёты». Обучение проходит и в холодное время года. «Зимой в ходе обучения был такой сценарий, когда ледорубом было повреждено бедро человека. Это серьёзная травма, которая влечёт много последствий. Кажется неправдоподобным, но такое на самом деле происходило». Организаторы курса надеются, знания, полученные в тасманских лесах, однажды помогут спасать жизни людей по всему миру. Кругосветное путешествие французского мореплавателя подошло к финишной черте в порту Брест на западе полуострова Британь. Томак Авиль обогнул земной шар в одиночку под парусом за 49 дней, 3 часа, 7 минут и 38 секунд. Тем самым он побил предыдущее достижение более чем на 8 дней и установил новый мировой рекорд. «Это сильная глубокая радость». Это было уже пятое путешествие Кавиля в попытке установить рекорд. В последнюю кругосветку он отправился на 31-метровом парусном тримаране. Мореплавателю удалось добиться средней скорости в 45 километров в час. «В управлении многокорпусными судами, в отличие от монокорпусных, сложность в том, что если что-то упустишь, то погибнешь. Это как альпинизм или восхождение без страховки. Если не будет сцепления с поверхностью, то упадёшь. Поэтому ощущаешь напряжение, с которым трудно справиться». Предыдущий рекорд был установлен 8 лет назад другим французом Франсисом Джуайоном. Он совершил кругосветное путешествие под парусом за 57 дней и 13 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова